и я рада приветствовать на диалогах о ритейле в такой студии хотелось бы переговорить о вашем опыте работы с ритейлерами с малым бизнесом и чем вы им полезно чем вы их радуете как вы их заряжаете не не погоди давай давайте друг за другом вопросы опыт работы с ритейлом с малым бизнесом естественно в нашем случае нужно объединить эти вещи да как бы это был и ритейл еще малый бизнес 93 года вот я могу им полезно быть живым креативом потому что если бизнес малый то это значит что денег нет в продвижении я занимаюсь только продвижением да то есть я не занимаюсь финансами ценообразованием формированием ассортиментной политики линейки я не занимаюсь логистикой я занимаюсь только привлечением и удержанием клиентов то есть в этом моя особенность в этом моя суть и в этом моя ценность и я точно знаю что денег нет и я точно знаю что в продвижении есть два эквивалента ум и деньги можно быть креативом прикрыть отсутствие денег и деньгами прикрыть отсутствие креатива так вот я на рынке за тем чтобы было как можно больше креатива и значит как можно меньше денег предприниматель мог вкладывать в процесс привлечения и удержания клиентов. Это первое. И второе, чем я могу быть полезна, раз это, ну вот малый бизнес это значит креатив, а раз это ритейл, то это еще раз креатив, потому что правильно сегодня никто не продает продукты, сегодня все сначала продают себя и свой способ продажи продукта, вот что сегодня продают. И если ритейл это понимает, он становится обладателем конкурентного преимущества, а это ведь опять же креатив, если все продают одно и то же, значит надо продавать по-другому, и вот это по-другому новые способы найти, это тоже способность мозга, а не кошелька. Что такое скидка для вас? Ой, это зло. Мы пришли на рынок зарабатывать, и все, что нам мешает зарабатывать, с чистой совестью можно отнести в категорию зла. Это мало того, что нам сегодняшний заработок минимизирует, а вот он еще и минимизирует нам репутацию, а репутация это завтрашний заработок. То есть мы и сегодня сами себе, ну, а, подождите, скидка максимизирует сегодняшний заработок, я совсем тут заговорилась, но и минимизирует завтрашний, поэтому любая скидка это победа тактика и проигрыш стратега. Поэтому репутация это деньги, которые в пути, они летят, но они до вас не долетят, если вы им сегодня крылья подрежете, а скидка она ведь очень неоднозначно воспринимается, если там скидка 70% написана, что нормальный человек будет думать, это же сколько вы накрутили, чтобы 70% скинуть, а ничего, если вы 500 накрутили, 430 все равно в кармане остается, это, ну, первая мысль. И вторая мысль, наверное, товар уже залежалый, наверное, он и вот-вот просрочится, и поэтому мне его 70% и продают. То есть репутационные удары, они однозначные. И поэтому, если у вас сегодня вечером повысилась продажа, рано радоваться. Вот так я дождусь к скидкам. Не любим? Нет. Пользуетесь в магазинах скидками? Когда мне предлагают скидку или соблазняют скидкой, ой, приходите, 20-го у нас будет скидка. Я говорю, ну, хорошо, но 20-го мой маршрут мимо не лежит, не приду. Все. Поэтому для меня это никогда не аргумент скидкой. Мне нужна хорошая вещь, мне нужен хороший продукт, хорошая услуга, качественно оказанная, ну, мне, да, а не скидка. Ну, а собрались мы здесь с вами, в том числе и для того, чтобы представить вас уже как автора книги на нашем сайте. Я очень рада увидеть уже предварительный проект нашей книги и вручить вам его. Вот он, вот он. Ух ты, ух ты. Ну, совсем предварительный. Друзья, это демоверсия. Демоверсия это называется. Или это еще на языке промоушен называется сэмплинг. Вот так она будет выглядеть. Вот так она будет выглядеть. Чуть-чуть изменимся. Чуть-чуть немножко будет. Ну, общий вид будет такой. Увидите такой красный шарик. Это, это, это тут. Ну, вообще красота. Что мы постарались. Это вы постарались привести меня в вау-состояние, а потом говорите, нужна приличная модель пояснения. Так и буду сидеть. Да, да, да. Так и буду сидеть. На самом деле мы очень рады, что у нас с вами получается партнерство и очень ожидаем книгу в сентябре месяце. Мы будем ее презентовать 13 сентября. 13 числа, да. 13 сентября. Это Household. Да, но на самом деле там как раз будет малый бизнес. Там будут представители. И там будет малый средний бизнес. Не только ритейл, правильно? Там не только ритейл, производители. Любой, да? Вот, и на самом деле мы обращаемся к тем, кому интересно, во-первых, будет познакомиться с ей, познакомиться с ее новой книгой, а также увидеть, услышать новые для них способы продвижения товаров. Мы же тоже проведем там мозговой штурм. Обязательно. Там будет мозговой штурм. Поучаствовать в мозговом штурме. И сегодня за полтора часа мы нагенерили 48 идей, Карл. 48. Я предложила народу это отметить, они сказали, что еще утро. Ну, утро, еще не вечер. Да, сегодня был мастер-класс на неделе российского ритейла. Был аншлаг. И, конечно, очень порадовало, что люди ушли действительно довольно интересные. У этой книги на самом деле уже будет третий тираж, третий выпуск. Два уже были, но мы сейчас ее доработали, мы ее улучшили. Мы ее украсили в смысле не формы, мы украсили ее очень сильно в смысле содержания. Наташа тут тоже свой мозг приложила, это не очень серьезно. Вот, поэтому я думаю, что пользы в ней будет еще гораздо больше. Ей будет понятнее и быстрее пользоваться. То есть мы туда добавили навигации, а навигация это всегда удобство, это всегда экономия времени для читателя. Он открывает, смотрит сразу, мне не мне. Ну, в принципе, читает, наверное, все, но особенное внимание будет уделять тем местам, которые вот именно его касаются. А когда я ее писала, у меня было в голове четкое понимание, что злоупотребляют люди скидками, и рады бы от этого отказаться, да не знают, что вместо того. То есть если не скидка, то что? Вот главная мысль этой книги. И 39 вариантов у меня нашлось. Не то, что у меня нашлось прямо в голове. Нет, я начала просто как ищейка искать по всему рынку проявление любой нематериальной мотивации. Если не скидка, то что? И 39 ответов я нашла, привела в систему и изложила в этой книжке. И я думаю, что если, конечно, было бы там 10 вариантов, ну, может быть, были бы люди, которые себе ничего не нашли. Но поскольку там 39, я не представляю бизнеса, который ничего себе там не найдет. Так что вот как-то так отвечу. Если раньше скидка была единственным, она еще, кстати, часто настолько засела в голове предпринимателя, что вот я пишу программу продвижения, я первичную информацию собираю, интервью провожу с заказчиком, предпринимателем. И я у него спрашиваю, а какие вы использовали средства привлечения клиентов за последние полгода? Он мне говорит, скидка. Я говорю, а еще? А он так смотрит, а еще что-то бывает, что ли? Вот до чего доходит. Поэтому, на мой взгляд, взросление – это просто увеличение, то есть понимание людей, что это не одна панацея, что много вариантов. Как материальных? Материальных 30, не материальных 39, всего 69. И когда человек начинает понимать это и делать выбор не только в пользу скидок, как уже наезженной колее, а искать что-то еще, внедрять, пробовать и получать результат, то вот это, наверное, и есть такое взросление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин